За первую половину лета более 15 тысяч самарских детей отдохнули в дневных пришкольных лагерях. Еще более 3,5 тысяч детей участвовали в 19 сменах, проведенных в загородных оздоровительных учреждениях. Таковы предварительные итоги Самарской летней кампании для детей. При этом в каждом учреждении организовывали полноценную разнообразную программу, включая патриотические акции, творческие конкурсы и спортивные мероприятия. Еще более тысячи детей смогли отдохнуть в учреждениях Департамента опеки и попечительства. В основном это ребята с ограниченными возможностями здоровья, из семей в тяжелой жизненной ситуации, дети участников СВО и находящиеся в пункте временного размещения. Для них также организовывают специальную программу с учетом возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка. В этом году у нас созданы чаты в каждом лагере родительские, в которые включены кроме вожатых еще сотрудники администрации лагеря. Это сделано с целью информирования родителей о событиях в лагере, а также осуществление контроля за ситуацией и принятие оперативных решений, если вдруг возникают какие-то вопросы у родителей. Также с начала лета для детей проведено более тысячи мероприятий в учреждениях культуры, отдельные смены с тренировочным процессом, организованные для юных спортсменов в центре «Олимп». При этом летняя оздоровительная кампания – это не только возможность качественно провести летний досуг для школьников, но и возможность заработать. В городе предусмотрена муниципальная программа, в рамках которой Департамент молодежной политики помогает с трудоустройством подростков. Планируется, что заработать в период каникул смогут более 3200 детей от 14 до 18 лет. Половину контрактов уже заключили, 60% из них с детьми в сложной жизненной ситуации. Если говорить об условиях работы, то это 14 лет 4 часа в день, 15, соответственно, 5, 16, 7. Трудоустроятся они традиционно подсобными рабочими, уборщиками территориями, помощниками-садовниками, помощниками-специалистов. Обсудили на еженедельном совещании в городской администрации ремонт дорог. В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» приведут в порядок более 30 участков. Также в бюджет города благодаря поддержке главы региона Вячеслава Федорищева поступят дополнительные средства на этот вид работ, что позволит провести дополнительный ремонт 23 улиц и 49 тротуаров. Сейчас определяется адресный перечень тех дорог, которые требуют перевоочередного обновления. Срок выполнения всех работ до конца октября. Очень важно правильно подобрать адресные перечни, что мы будем трактоваться в ближайшее время, после того, как будут доведены средства по распоряжению руководителя региона. Еще раз посмотреть тротуары, которые у нас подходят к школам, к детским садам. Конечно, это решение судов, как мы с вами проговаривали, и предписание ГИБДД. В городе продолжается и благоустройство общественных пространств. В этом году работы выполняют на трех объектах. Парк Молодежный, Воронежские озера и бульвар на улице Чернореченской. Все работы идут по графику. Нам дополнительно выделяются еще 265 миллионов рублей, в рамках которых мы будем продолжать работы и по парку Молодежному, и по Воронежским озерам. Главы районов также доложили о выполнении программ по ремонту дворовых территорий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и регионального проекта «Содействие». Глава Самары поручила контролировать исполнение сроков контрактов, чтобы до конца лета все работы были выполнены. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.